В спортивном зале в селении Агвалим проходит 8-й открытый чемпионат Дагестана по баевому самбо. Проводится он старой школой и уже на протяжении многих лет в нем принимают участие лучшие спортсмены со всей республики. На данном спортивном мероприятии присутствовало около 150 спортсменов. 8-й открытый чемпионат Дагестана по баевому самбо был организован при поддержке фонда имени Сагида Муртазалиева. Старт был дан в 10 часов утра. Вышли на открытие судьи, приглашенные гости и организаторы турнира. С приветственной речью обратился к присутствующим гостям, участникам и любителям спорта Абдулманаб Нурмагомедов. Есть поддержка, значит будет развитие спорта, отметили организаторы турнира. Находятся бывшие спортсмены, люди, которые интересны в боевом виде искусства. Именно вид боевого самбо, наш отечественный вид спорта. У России три вида спорта. Лапта, городки и самбо. И этот вид спорта поддерживается и в республике, и в России. Очень приятно, что хорошая поддержка есть. Наверное, всегда мечтаем что-то делать лучшее, чтобы у нас осталась какая-то польза, особенно для детей. Далее слово было предоставлено представителям Цумадинского района. Они поприветствовали именитых спортсменов в лице Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова и Ахмадшейха Гелигаева. Ручили гостям памятные подарки. Это горец. Мы сразу узнаем, не обязательно видеть его лицо. Когда появляются шапки, папахи, это мы знаем, что это Абиб Мурмагомедов. Прогласили к нему, я хочу сегодня символически подарить урку. Именно они в большей мере популяризируют спорт. Старая школа. Так как на этом турнире приняли участие самбисты из Хасавюрта, Махачкалы, Избербажа, Кизюрта, Дербента, Каспийска, Ботлиха, Ливашей, Хунзаха, Грутульского, Цумадинского и Унцукульского района. Северную столицу Тагестана представляли спортсмены клуба «Боевой орел» и спортивной школы имени Шамиля Умаханова. Вторая, тяжело драться. Аклиматизация прошла хорошо. Провел два боя. Оба были учениками Манапа. Подготавливался в Хасавюрте клубе «Файтинг игл» под руководством Юсупа Сулейманова. Остался финал. Смотрим, что как будет. Приняли участие на этом турнире самые ведущие клубы республики. Old School, Duck Fighter, Боевой орел, Молодой дракон, Базарганова, Джафарова, клуб имени Гаджи Махачева, Сагида Муртазалиева, Бузаевский, Олимпийские надежды, а также спортсмены, которые представляли соседние республики. Это придавало масштабности соревнованиям. Один из них – Касум Касумов, выступающий за чеченскую бойцовскую организацию «Ахмат». Здесь высокий уровень спортсменов тоже. Провел уже три боя. Первый был местный спортсмен, отсюда с Агвалий. Поработал нормально, выложился. Второй тоже с Махачкалы. Тоже нормально, убедительно все схватки выиграл. За выход в финал снялся соперник в виде травмы. Сейчас остался финальный поединок. Тоже знакомый парень. Не знаю, посмотрим. Пусть победит сильнейший. Уровень профессионализма в спортсменах довольно высок. На ковре встречаются как чемпионы Европы, так и мира среди молодежи. Гости, в свою очередь, бурно поддерживают аплодисментами поединки. Были даже незапланированные выступления, которые хорошо сказались на организации и зрительской поддержке. Когда я выступал по любителям среди молодежи, я скажу, там я когда на соревнования походил, я первый раз спрашивал, узнавал, интересно кубки дают, потому что в таком возрасте тебя особо не интересует ни слова, ни деньги. На этом турнире мы не собираем взносы с ребят. Не нужно делать турниры, чтобы зарабатывать. Нужно делать турниры, чтобы молодые ребята могли выступить, выступить без проблем и развиваться. Я думаю, что смотря на эти кубки у парней еще больше мотивации, потому что победитель только один, а участников это много. Организаторами этого праздника спортом выступила старая школа. Ее представители принялись за развитие спорта в этом регионе 12 лет назад и по сей день расширяют географию и позиций не сдают. Очень зрелищные схватки, выступления боевых самбистов, а также профессиональные поединки. В завершении турнира первое общекомандное место за Кизелюртом, второе за клубом имени Гаджи Макачева и третье у Олд Скул. Победители и призеры были награждены кубками, грамотами, медалями и денежными призами. Арсанда Циев, Алмас Ханамаев, информационная программа Пульс.